Друзья, наконец-то наступила весна, наконец-то мы играем весенний футбол, наконец-то мы в этой студии, передача на туре, в студии Дмитрий Ершов, Максим Киселев, Михаил Мерколов И сегодня мы будем говорить о весенней части чемпионата, которая стартовала у нас позапрошлой недели Естественно, у нас весна началась не только с плюсовой температуры, с растаявшего снега и идеально зеленых полей, у нас еще и начались Еврокубки Я с них, друзья, предлагаю и начать Начнем мы с Еврокубков, где Сокол в Кубке Москвы принимал команду Galaxy и, к сожалению, в первом матче уступил со счетом 4-0 Друзья, ну что, это все? Финиш? Надеюсь, что нет, в любом случае Сокол пока рано хранить, потому что мы помним, что команда может уступить в одном матче, но потом даже на выезде добиться нужного результата 4-0, да, звучит как приговор, согласен, но давайте все-таки верить, да, это вот единственный наш коллектив, который ведет вот эту, по-моему, такую борьбу очень сложную На выезда ездят и при этом впервые участвуют в таких подобных турнирах, и поэтому, конечно, тяжело им приходится, но я думаю, что нельзя переставать верить и нужно болеть Играет команда на два фронта, но, к сожалению, 0-4 действительно отыграть на выезде будет очень сложно Тут, опять же, к разговору о приметах, которые мы любим, как футбольные люди В общем-то, в Капотне уже играли подопечные Иване Лихоманова, и там довели до пенальти и прошли предыдущего соперника То есть, в Капотне им они едут уже не в первый раз, насколько я понимаю, и сейчас их ждет выезд туда Может быть, вот на это будем уповать, надеяться, что 4-ми час могут отопитать Кстати, сам Иван Лихоманов не играл в этой игре, был на бровке Но, к сожалению, еще раз подчеркнем, что мы верим в нашу западную команду И футбол тем более любительский, тем и прекраснее, что может произойти все, что угодно Пусть будет 5-1 и по пенальти пора идут снова Ну или 4-0 хотя бы И тоже по пенальти Еще один матч, точнее два матча, уже Лига Москвы Это уже повыше дивизионы мы идем Это первый, среди первых дивизионов играл у нас, принимал команду графики Портер СВ Это было непонятно что, аниматч, честное слово Ну, я с тобой согласен, Дим, во-первых, за графики играла Екатерина Белозерова Которая от безысходности просто, я так понимаю Она вообще, я думаю, что совершенно случайно могла оказаться на стадионе Потому что Марусь играл или Максим Ковальчук Играла, играла, да Проводил тренировку, то есть, и вот так вот попасть совершенно случайно против Портера, да, Максима Ковальчука Ну, графики, это что, гравитация переводится, да? Помните такой фильм с Андрой Болок? Ну, конечно, ты смотрел Женщина, конечно, и здесь все не обошлось без этого Ну, тем не менее, даже она не помогла Она сама так, собственно, и сказала в посте под, в Инстаграме, под фотографией, на которой она, кстати, на первой странице, да? Девушки, безусловно, украшают футбол Даже вот такой унылый, где 10-0, смотреть, по сути, не на что, да? Борьбы-то, борьбы не получается, но только на Ульяненко, который забил 16-й свой мяч в этом розыгрыше И, соответственно, там безговорочный лидер, ну и, конечно, на Екатерину, прекрасную Екатерину Белозерову Это немножко скрасило вот этот матч Да, крупноват, конечно, счет, 10-0 Ну, что поделать? Портер не щадит своих соперников Ну, какая разница, да? Главная победа и испанка Честно говоря, вот, судя по матчу, как раз Портер щадил своего соперника И щадил и Екатерину Белозерову Потому что могли забивать и больше Но в таком очень спокойном ключе проходил матч И Портер не форсировал события Не пытался себя забить, там, и 15 или 20 мяч Еще одна команда, которая участвует у нас в Лиге Москвы Это Феникс 9 И очень много девяток было в этом матче Очень много девяток, да Команда играла с флагманом 99, Дива Да, да Вот так, может быть, ты взгрустнешь даже Вот, но Феникс 9 одержал уверенную победу со счетом 5-0 Вот так вот на выезде подопечник Сергея Стеблецова Своё положение в турнирной таблице делают вполне комфортным И уже ждут, собственно, выхода в плей-офф, как и Портер Поэтому, наверное, начинать чемпионат Возможно, с не самых сильных соперников Это всегда хорошо Можно вкатиться, почувствовать уверенность Это очень важно, по сути Получается, да, что обе команды лидируют И шестой тур становится формальностью для обоих коллективов Да И теперь стартовали еще Кубок ЛФЛ Лига Европы, как многие называют ее Но пока мы без Лиги Чемпионов Лига Чемпионов в скором времени стартует Она в апреле, по-моему Но пока только Кубок ЛФЛ Первые матчи наши команды играли на выезде Начнем с... Все пять причем-то Все пять Начнем с хороших, да, наверное, все-таки Результатов это Успенская, по-моему, единственная команда Которая одержала победу в 1-8 С хороших и неожиданных результатов Динамо это третья позиция севера Динамо с бронзой, в общем-то, завершила и прошлый чемпионат Динамо это серьезный коллектив, который ведет борьбу Постоянную борьбу с Интером, с такими командами ЦДК И, в общем-то, добивается каких-то результатов Во всех случаях, на пьедестал регулярно попадает команда Против Успенского, конечно же, они были фавориты В матче, при том, что Успенская проводила, кстати, не на Сетове парке, да? На Вернадке На Вернадке, хотя это был домашний матч для Успенского Да Вот единственный как раз из этих пяти И нужно сказать, что подопечные Вадима Фирсова сыграли, ну, здорово Вот тактически очень грамотно Не лезли, забили, не лезли вперед Где-то переждали на вал соперника И воспользовались ошибками, да? Где-то контратаки помогли разбить преимущество Где-то индивидуальное уже непосредственное мастерство, да? Сказало свое слово Но вот мы с Максимом, Макс, с тобой же комментировали эту встречу Обратили внимание на то, что Динамо было, ну, как будто бы не в своей тарелке Как будто бы, вот, действительно, два месяца ничем не занимались Хотя зимнее первенство у них шло На севере, я помню, Динамо с севера И Кубок севера, кстати, тоже, да, играли Да, с апельсином Все равно вот показалось, что немножко не в полных игровых кондициях Много было брака, много вот каких-то таких необязательных потерь Ну, как думаете, надо ехать будет на флотскую? Это всегда очень неприятно Это, во-первых, стандарт размера поля совершенно другие Действительно, на флотской играть очень сложно Тем более, против команды, которая, ну, на севере идет достаточно высоко То есть, обладает хорошим составом Что ждете? Я жду от, в первую очередь, от Успенского Вновь вот этой тактически правильно выстроенной игры То есть, я надеюсь Ну, я думаю, что и Вадим Фирсов Главный тренер Прекрасно понимает, что в основном Успенская поедет туда На север, на флотскую Удерживать добытое преимущество Никак уже не пытаться там его развить Да, и уже задушить соперника Здесь они должны сыграть от обороны Жестко где-то Где-то, может быть, даже немножко грубо Но вот такой гандикап Мне кажется, что Успенская по силам сохранить Еще один матч, который был тоже, кстати, на Вернардте Парк Техносила решила принимать Нижгары Тоже непосредственно на Юго-Западе Но здесь не удалось добыть победы Здесь вообще сухая Сухой лист 3-0 3-0 Что скажете? Видел последние 15-20 минут матча Где-то со счета 2-0 И вот до концовки встречи Готовились мы с Максимом к эфиру Как раз Ну вот, судя по тем минутам, что попали в мой объектив Под мое зрение По делу 3-0, по делу Нижгары чуть-чуть где-то сильнее Где-то, может быть, на классе Но обыграли Техносилу Ну, Нижгары совсем недавно выигрывали кубок ЛФЛ То есть, достаточно опытная команда Неплохо играет на Востоке В принципе, тоже ее там К выскочкам или каким-то неожиданным командам Которые случайно сюда попали Наверное, все-таки нельзя А Техносил как раз набирает опыт мясом Нижгары, конечно, фаворитами являлись Перед этой встречей Да, и даже несмотря на то, что Игорь Кожановский Которого мы всегда ждем и любим его смотреть Его футбол Ну, вот не было его Но вот в Нижгарах была позиция Не буду раскрывать, кто Говорили, что без игры лучше даже играет команда Вот, ну, не знаю Насколько обладаю инсайдом В ответной встрече он играть будет Может быть, это на руку Техносиле пойдет Но, по крайней мере, Техносила Вот то, что она устроила в групповом этапе И тоже в квалификации То, что ей повезло с РМА Когда они не приехали в ответ То есть, Техносила, вот как я люблю сравнивать Минхаузен Помните, когда себя сам за косичку из болота вытаскивал Вот это что-то подобное мы видим И, конечно, хотелось бы, чтобы эта сказка продолжилась И была сенсация и проход ее дальше Такое чудо случилось Ну, здесь будет очень сложно Но, тем не менее, команде Алексея Савула Мы желаем тоже сотворить очередную сенсацию Ну, и, наверное, команда, которую можно расценивать Как одну из фаворитов, наверное, всего Кубка ЛФЛ Это команда ЦДМ Голодная до побед Обладающая классным составом Но в игре с Бобром Ничья 2-2 Да, Бобры, если можно так сказать Они катали Катали мяч достаточно... Классами Ну, можно сказать... Мы Бобры веселы Бобры веселы, да Нет, ну, играл Бобр в симпатичный футбол Были комбинации и там на третьего И короткий, средний пас И, в принципе, доставили проблем ЦДН Но, тем не менее, все равно, мне кажется, ЦДН должен был выигрывать Какая-то непруха у ЦДН с выездными матчами в этом году Мы помним 2-2 с чемпионатом на Юго-Западе Какой-то совершенно фантастический матч, который ЦДН должны были выигрывать Я думаю, что все нормально будет у риэлторов Ничья на выезде Это хороший такой достойный результат И здесь дома они уже в родных стенах покажут настоящий класс Лишь бы поправился Зураб Анти Видели, что когда второй мяч забивал ЦДН ведь вели, два мяча Анти забил Вот когда забивал второй мяч, при ударе дёрнул переднюю поверхность бедра В чемпионате не сыграл И вот надо надеяться, что восстановится к ответной встрече Если это случится, я думаю, хорошие шансы пройти Но если ЦДН не пройдет Бобр, то я не знаю Это провал, мне кажется Все-таки Бобр команда, которая в Лиге чемпионов играла Чемпион Северо-Запада Хорошая команда Ну вот возможно, возможно, ладно Не буду спорить, но по внутренним ощущениям говорю как есть Сейчас у нас будет небольшая смена мест Сейчас Максим Киселев покинет нас Присоединится к нам эксперт с юга И потом Максим возвращается к нам Пока В нашей студии появился эксперт по Южной Лиге Роман Алтухов Который поможет нам разобрать Два матча западных команд На Югина-Зябликова арена Ром, привет! Привет, Миша! На самом деле, ты не так часто появляешься в кадре Но ты постоянно всегда с нами За это тебе респект и уважуха большая Но сейчас у тебя должно быть хорошее настроение Потому что, в принципе, южные команды Дома у себя по совокупности переиграли западные Начнем с матча Тройка и Портер Понятно, что Тройка была фаворитом этого матча Но все-таки 4-1 не крупновато ли? Ну, на самом деле, по игре могло бы быть и похуже Для западной команды, как мне кажется Да и Портер, в общем-то, участвовал на Юге В зимнем кубке, пускай не основным составом Но ближе к финалу все-таки это было уже похоже на основу И там же участвовал Old Friends, который, в общем-то, был составом Тройки И после матча между этими командами Максим Ковальчук говорил, что, ну, наверное, Тройка Это пока не наш уровень Все-таки нам как-то сложно с ними играть И, в принципе, в матче все это было видно Тройка достаточно уверенно играла Достаточно интересно и в свой обычный футбол, как мне кажется Портер старался, очень хорошо действовал Я бы, безусловно, отметил Романа Нистратова Это просто топ-игрок И, действительно, вот он этот матч вытащил во многих моментах Он спасал свою команду много раз Ну и Тройка есть Тройка Они вылетели из Лиги Чемпионов Попали в Кубок ЛФЛ, где, мне кажется, ну, не совсем их место То есть все-таки повыше, да? Да, они все-таки чуть повыше уровнем Тройка один из главных фаворитов Кубка ЛФЛ Ну, мы на юге-то считаем, что и Иству тоже один из главных фаворитов Кубка ЛФЛ Нет, на самом деле, да, мне кажется, один из фаворитов Просто потому что, ну, команды того уровня, с которым Тройка должна справляться Ну вот Саша Менченков сказал мне, что Портер был не так безнадежен в этой игре Нет, абсолютно точно не безнадежен Были хорошие моменты, были хорошие подходы Ну, Саша Менченков, может быть, не так отличался, как обычно мы привыкли видеть У него было за весь матч, мне кажется, примерно три момента, не больше Удар, удар со штрафного И вот момент, когда он, собственно, сделал гол для Портера Может быть, очень важный гол в ответной встрече, посмотрим Кстати, почему он может быть очень важным? Потому что уже западная команда приезжала к Тройке на юг Тогда 4-0, а Тройка одержала победу Но вот на выездной встрече 3-0, да, и всего одного гола Как раз, возможно, вот этого гола Менченкова не хватило Да, согласен, мы как раз обсуждали во время матча, во время репортажа Что у Тройки очень плохо в прошлом сезоне удавалось играть в выездные матчи Домашние можно было разносить соперника Ну, там, со счетом 3-0-4-0 приезжают И, в общем, очень сложно И с ФКСП это был очень показательный матч Там чуть не додавили западные наши конкуренты Ну, вот ты оставляешь, в принципе, Портеру шансы? Да, безусловно, по той игре, которую они показали в первом матче Безусловно, есть шансы и вопрос, что покажет Тройка на самом деле Ну, вот, опять же, из слов Саши Менченкова Он говорит, что у каких-то упаднических настроений нет И, в принципе, Портер верит в то, что можно добиться положительного результата Но, тем не менее, будет очень сложно, действительно И даже на Западе Тройка все равно будет фаворитом Здесь, ну, как бы, однозначно Тем более, это, извините меня, действующий пока еще победитель Лиги Чемпионов Да, ну, уже сложившие свои полномочия Ну, уже сложившие свои полномочия, да Второй матч, Ром, про который поговорим Это Иствуд Трансконтейнер Все-таки здесь, наверное, уже Трансконтейнер Действующий победитель Лиги Чемпионов Пока он еще в игре Кубка ЛФЛ все-таки Кубка ЛФЛ, да, конечно Все-таки здесь, наверное, Трансконтейнер был фаворитом Согласен? Трансконтейнер неприятно удивил, если честно Вот могу себе позволить так сказать Потому что видел эту команду в прошлом году Как они играли и выступали, в частности, в Кубке ЛФЛ И в этом году они приезжали уже на юг, играли в группе Очень интересная команда Очень быстрая, хорошая И комбинационный футбол, все как надо Но конкретно в этом матче что-то не позволило им сыграть так, как они умеют Мне показалось, и это был совсем не тот уровень, который мы привыкли видеть от этой команды И тут же за это зацепился Сделал один, ну на самом деле, действительно очень классный гол Я думаю, все, кто захотят, посмотрят сейчас у нас в передаче Гол Андрея Михайлина, который он забил через себя И в целом свели матч к ничьей Выстояли, но очень сложно будет южной команде против Трансконтейнера в ответ на матч Потому что там, я думаю, никаких поблажек уже не будет И может быть недооценки, если она была, тоже не будет совершенно точно Ну, а что именно не получал с Трансконтейнера, на твой взгляд? Почему у тебя сложилось такое впечатление? Иствут команда, которая за последние годы привыкла держать мяч И пытаться, по крайней мере, держать мяч И раскатывать соперника шириной атаки За счет этого очень сложно было Трансконтейнеру Зацепиться где-то в каких-то местах И передвинуть игру на чужую половину поля Вообще, на узком поле Сетуньпарка все-таки у Трансконтейнера будет Возможно, возможно Побольше шансов, возможно Ну, мне кажется, поле взябликовое на Сетуньпарке, оно одинаковое, нет? Ну, примерно Примерно, то есть, это нет как, например, на Западе и на Флотской Просто, если бы Трансконтейнер приехал прям с заряженным максимально Как, ну, должно быть, мне кажется, на Еврокубках Может быть, ребята включили бы высокий прессинг или что-то в этом роде И попытались бы поджать соперника на чужой половине А этого, ну, не было видно, если честно Я так понимаю, что Исту этот год такой переходный Да, абсолютно точно Они перестраивают команду очень серьезно На Пилипенко ушел, Катковский ушел в тройку Это серьезные потери для команды Но, тем не менее, 1-1 Вот в первом домашнем матче Это положительный результат для Исту, да? Сто процентно положительный Потому что он позволяет надеяться на то, что будет дальше Могу сказать по секрету, что болельщики на юге В основном склоняются к тому, что Трансконтейнер приедет и обыграет достаточно спокойно Были люди, верующие, выставят, скажем так И надеющиеся на то, что сможет команда зацепиться за ничью Хотя бы, может быть, где-то даже выберет победу Но все объективно понимали, что Трансконтейнер фаворит И 1-1 это очень хороший результат для нашей команды И могут, в принципе, попытаться и додержать этот результат Вывести его на какой-то более положительный уровень Но, учитывая класс Трансконтейнера, я думаю, что это будет очень сложно Процентном соотношении Тройка-Портер Какой расклад? Боюсь соврать, я думаю, 90 на 10 И, соответственно, так же и 100 Трансконтейнер Какой? Ну, 80 на 20 В пользу Трансконтейнера, конечно Напомню, что и Портер, и Трансконтейнер Они все будут играть на Сетунь-парке То есть, соответственно, дома Ром, спасибо тебе за интересное повествование об этих матчах Ну, а у нас возвращается Максим Киселев Которого мы зовем сюда, обратно в студию Говорить о внутреннем чемпионате Максим, ну ты, как обычно, появляешься из ниоткуда Всегда с нами Как чертик из табакерки, да? Не говори Обсудим мы два матча всего Потому что особо интересного ничего не произошло Но у нас есть видео И мы, конечно, его покажем и обсудим Первый матч это Успенская Против Портера Один из центральных, наверное, матчей Нет, наверное, центральных Центральных, да, этих выходных Здесь, вспоминая, первый круг Портер выиграл со счетом 2-1 Тоже на Тоненького И, в принципе, и Портер, и Успенская участвовали в Зимнем Кубке Начали уже в Кубке ЛФЛ То есть, в принципе, уже были в тонусе Напомню, что в Зимнем Кубке Портер, уверенно, обыграл Успенская 3-0 на стадии плей-офф И выиграл из Зимнего Кубка Да, и выиграл Соответственно, здесь 4-2 победа Портера Но первые 30 минут победа Успенского Успенского 1-0 В принципе-то Ну, и два разных тайма И два разных тайма Первый тайм остался полностью за Успенским Потому что и тактически было здорово сыграно И гол был забит Ничего особо Портеру тоже не давали создать Ну, то есть, не, были, конечно, какие-то подходы, подступы Без этого никуда, но в целом Ну, в целом не было моментов у Портера Но перерыв и слова Максима Ковальчука Где-то вот этот эмоциональный настрой Он иногда творит чудеса Гор сдвигает просто Ну, вот, как вы думаете Это все-таки, действительно, Портер взвинтил Понял, что уже горячо Что надо включать обороты Какие-то внутренние резервы Или это Успенская все-таки Подсела где-то Как-то расслабилась Мне кажется, что где-то Портер сам Может где-то Максим Ковальчук Напомнил ребятам, что они фавориты в этой встрече В этом матче И что им нужно доказывать 1-0 это, согласись, счет, который легко отыгрывается Конечно За 30 минут То есть, если бы Успенская забила бы 2 или 3 Тогда, возможно, Портер бы уже не собрался И не показал бы свой максимум Так все было здорово сыграно Ну, и потом где-то Портеру повезло, что успели забить два быстрых мяча во втором тайме И Успенскому уже пришлось раскрываться Пришлось идти вперед Но вот сравнял счет Антон Григорьев, кстати говоря Человек поиграл за московский ЦСКА или чемпионов То есть, с громаднейшим опытом Еще, кстати, хотели его уже приобрести до чемпионата Но вот не получилось И вот только вот сейчас в это трансферное окно Он попал к Максиму Ковальчуку Но вот с виду такой, вы знаете Такой большой качество Неповоротливый вроде бы, неспешный Но это только с виду На самом деле все очень быстро Голова думает просто феноменально В касании, максимум два И, собственно, гол Там он подтверждение В нужном месте Аккуратненько Ну не мудрю, он на таком уровне человек поиграл Там такой опыт Тут согласен, что есть приобретение у Портера Во-первых, по этому матчу стоит отметить Александра Менченкова Потому что Ну и Менченков безусловно Два гола забил Тот, что Григорьев забивал Это добивание после удара Менченкова Мяч в танку попал То есть, ну Менченков там, условно говоря, в трех галатах уж точно поучаствовал А что касается Да, Портер усилился Но Портер и ослабился Мы помним травму Клинкина До сих пор Не может, так я понимаю, восстановиться полноценно И совершенно неожиданно Соглашусь, согласись, лично для меня Это был переход Рамиса Шемшиддинова в стан Феникса Да, это очень неожиданно Плюс ушел Кирилл Таймасов Но это скорее Ну оно вытекало Вытекало, да Он не был игроком основного состава Но вот потеря Рамиса Это вот достаточно Так и неожиданно И существенно Просто давайте считать У Портера выбыл основной голкипер Выбыл центральный защитник Теперь еще один защитник Поэтому, конечно, какие-то перетрубаться сейчас будут Ну, Нистратов сейчас Ну, Архипова сейчас Потому что Роман Архипов получил травму Да, да, да А, ну Перешел в Портер В первую лигу Вот Ну и, соответственно, конечно, нужно какое-то время на то, чтобы сыграться Да, вот сейчас мы слышали От нашего коллеги Да, что прекрасен Роман Нистратов Ну, вот, значит, сейчас Обрел действительно уверенность Вот эту Набрал нужную форму Ну, мы все его взяли, опять же, да Игрока известного на Западе Ну, нужно закрывать Позиции защитникова Он и вышел Да, да Как раз слева И отыграл вот этот Потому что, опять же У Ковальчука такая схема Что Как раз вот нужны латерали Да, эти защитники Они, по сути, не особые защитники Да, да, да То есть он закрывает Которую всю бровку Да, и Абузар Мамедов, конечно Постоянно атакует, забивает мяч Да, поэтому здесь Ну, Моисееву, что хорошо Не надо адаптироваться Потому что знает прекрасно Западную лигу И все здесь, в принципе Ему знакомо Вот, что касается Успенского Да, все-таки отмечу Во втором тайме Какая-то вот нестабильность была Это вот очередные замены Вот такая смена позиций Как-то вот Мне вот это стало не очень понятно Потому что первый тайм провели здорово Дисциплинированно, да Все на своих позициях Во втором начался вот этот коллапс Это раз и потом Вы посмотрите Кроме, вот вы можете назвать Кто где играет Успенского Четкие позиции Но линия обороны Она, в принципе, практически всегда единая То есть там Абжаев, Мухамедшин Но он сейчас Мухамедшин не играл Например, играл Паникин Который в ключевом моменте Совершил ошибку Начал, по-моему, обыгрывать Или еще что-то Вот потерял Портер сбивает гол Да, там его меняет Выходит там другой игрок То есть вот это, мне кажется, очень тоже влияет Ботов выходит на 20-й минуте первого тайма Хотя это, по идее, игрок, который должен играть, на мой взгляд И он обладает вот этим как раз опытом Когда на тоненького здесь, понимаете? Вот, безусловно, присутствует вариативность в составе Успенского Но надо отметить, что и Портер нередко меняется Игроки Мне кажется, тут нужно Успенскому где-то заматереть в премьер-лиге Да, вот, в матчах против таких соперников И определиться Сделать ставку вот на, условно, там 10 человек Вот таких костяк Ну да, да, да Чтобы 8 из них на каждом матче были Стартовый состав И чтобы он постоянно играл Построение команды Успенской в западной премьер-лиге продолжается Ну да, да, да Ну хорошо, что самое главное, что оно есть И, в принципе Развитие есть, конечно Тот же матч Кубка по РФЛ Конечно, это самое главное И я думаю, что результаты они обязательно будут Второй матч это Готагов и Мегатитан Здесь, правда, 6-0 победа Мегатитан уверенная Реванш за первый круг удался Но единственное, здесь, наверное, мы больше скажем о Готагове Который потерял каких-то своих характер Что-ли Потерял, во-первых, южно-африканских игроков Они по тем или иным обстоятельствам Покинули команду, которая тренируется Аслан Готагов Вот, соответственно, вот играли и пошли ребята Да, по сути команда потеряла 6-6 человек стартового состава То есть те люди, которые большее количество времени Находились на поле и, в общем-то, приносили Делали результат Тот же самый Гай Гнобой Лучший бомбардир То есть этих людей сейчас нет в команде Вы знаете, я понимаю С Аслана Готагова, которой Пришлось пойти на такие перестановки Потому что помимо футбольных аспектов Да, и тренировок Есть много, так скажем, внутренней кухни Это перелеты, проживание и так далее Да, с людьми, которые еще не очень хорошо говорят На русском языке Да, которые не адаптированы, может быть, в России Да, ну, очень сложно Это возиться как с детьми, это очень большие финансовые потери И так далее И там много каких совокупных факторов Да, она привела к тому, что пришлось расстаться Но вы посмотрите Если вы смотрели матч С темнокожими, да, там С футболистами африканскими Да, и без них Это две разных команды Вопрос даже характера просто Если там можно Там, да, не нравилась там манера игры Но контраст очень явно Здесь бились, понимаешь Они где-то наступят Но они бьются до конца А здесь 0-3 и команда сыпется Вот раньше Гатагов такого не мог себе позволить Все-таки Вот если брать именно исключительно отдельно этот матч против Мега Титана Здесь вот несколько бы поправок я бы все-таки себе позволил сделать Потому что, во-первых, Мега Титан сыграл очень здорово Но это взрослая такая настоящая мужская игра Да, да Здесь тоже согласен с тобой Никаких поблажек ни на секунду Никто из футболистов не выключался Возвращение Ланцова на 5 баллов можно оценить Прекрасен Алексей Абсолютно точно Ну и потом, все-таки, Миш, это костяк был команды Это 5-6 человек основного состава Вот убери их из любого коллектива И у команды явно дела будут, ну, явно пойдут хуже То есть тем более, что, в общем-то, насколько я понимаю Что Аслан Гатагов в основном на свой ближайший резерв сейчас рассчитывает А не берет, условно говоря, тех же 10 футболистов откуда-то со стороны Ну, я с тобой согласен, да Бери там каких-то игроков и что-то может поменяться Но вопрос, ведь убрали же, ну, не сказать, что лидеров по игре Там люди, там, обыгрывали, там, как-то забивали Но вот мне кажется, что Гатагов потерял именно в характере Именно вот в том, в силоволе Да, вот В настрое? Ну, может быть, не в настрое А вот 0-2, например, да, и все, команда сыплется И 0-6 она получает Вот раньше такого не было, мне кажется Все-таки раньше вот те же африканцы, да, тот же Гнобо Вот где-то, да, там где-то ударят, где-то наступят Но, понимаешь, и соперник по-другому к тебе относится Понимаешь, где-то уже там не пойдет борьбу Здесь где-то ножку уберет, понимаете? Вот, и в результате получается, что где-то могли там переломить И где-то сыграть за счет характера Вот сейчас, мне кажется, у Гатагова такого не будет Ну, посмотрим, может быть, я ошибаюсь Да, нужно время, наверное Согласен Хотя бы по нескольким матчам делать выводы Тем более, что, ну, я говорю, Мега-Титану был бесподобен Любой соперник, попадясь в этом матче против Мега-Титану Вот с таким настроем, ну, я не знаю, кто бы выиграл Вот вопрос, вот, Мега-Титан сыграл круто Александру Голевцу Респект и уважуха За предсезонный сбор Действительно, шикарно смотрелась команда Но я тоже буду преждевременен Потому что главный матч впереди, посмотрим Да, конечно Да, вот, когда будет соперник посерьезнее Посмотрим, были ли сделаны какие-то выводы И... Я тоже хотел в свою очередь сказать Матч это комментировал Разговаривал с Асланом Гатаговым после игры Да, и абсолютно главный тренер команды Был спокоен после матча Я бы не сказал, что посыпался именно Аслан Гатагов Мега-Титан действительно классный футбол показал Зрелый такой Все, с первой минуты до самой последней Все было прям по делу, по футбольному Но у меня сложилось другое впечатление Что Гатагов просто сами тоже в футбол играли По большому счету То есть, они пропускали, конечно, эти мячи Но они продолжали как бы гнуть свою линию То есть, комбинировать, да Создали, они какое-то огромное количество моментов создали И я уже вот в ходе трансляции говорил И сейчас повторюсь, что даже не на один А на два мяча точно уж наиграли То есть, сейчас просто нужно привыкнуть К новому портрету команда Аслан Гатагов Просто другая уже команда В которой Аслан Гатагов строят комбинационный футбол Такое ощущение, что вот они не будут стоять Вот стеной против Мега-Титан А будут в свой футбол играть Там есть динамовские воспитанники Вот тот же Виталий Комисов Артем Каташевский Здорово, семерка и девятка сыграли Да, вот есть действительно квалифицированные футболисты И это будет команда, вот она будет в серединке идти У меня такое ощущение И будет показывать именно комбинационный футбол Такой вот стиль Просто Мега-Титан в такой футбол играет лучше И мы это смогли увидеть по результату Но я бы не сказал, что они посыпались, развалились Думаю, что есть много команд в премьер-лиге Которых они вот своим футболом, который они даже против Мега-Титана Показали впервые Я думаю, что они переиграют Ну, игры покажут Все самое интересное впереди А у нас впереди герой, победитель зимнего кубка После небольшой паузы мы вновь в студии И, как мы говорили, к нам присоединяется гость Когда этот человек зашел к нам в студию Атмосфера сразу стала такой легкой, непринужденной, где-то веселой Говорим мы про одного из представителей команды Подиума Его капитана Александра Ильина Ребята, привет Привет, привет Ну, действительно, когда ты вошел, сразу стало весело, интересно Пошутить ты любишь Пошутить очень люблю, ребят, конечно Особенно в такой замечательной компании Безумно рад, что вы меня пригласили Потому что даже как-то подспудно хотелось К вам хочется попасть, короче говоря Вот что я могу сказать Ну, у тебя сегодня есть такая возможность Тем более, есть очень хороший повод Пока я тебе не вручил подарок Скажи мне, пожалуйста Ты обманывался про YouTube-канал Да Свой Что это? Расскажи, пожалуйста Ну, это, наверное, не мой YouTube-канал Это YouTube-канал компании, в которой я работаю Я работаю на... Ее можно называть, да, эта компания? Да, конечно Это телеканал Супер Новый телеканал, который появился буквально в прошлом году И с недавних пор я там тружусь Ну, значит, с момента его основания тружусь в должности директора по маркетингу Поэтому просто YouTube-это тот инструмент, который, как вы, ребята, тоже делаете замечательный контент И для нас, как для любого там телевизионного канала Это просто некий инструмент для продвижения собственных брендов И круто, надеюсь, что у вас тоже будет... Ну, то есть, для тебя съемка, там, выступить на камеру, вообще расплюнуть, можешь сказать, да? Ну, не знаю насчет расплюнуть, но, в принципе, большого напряга не вызывает Особенно, опять же, в хорошей компании Ну, это безусловно Саш, смотри, твоя команда «Подиум» в этом году выиграла в 2019-м зимний кубок Во-первых, мы тебя с этим событием поздравляем И в рамках, друзья, в рамках партнерства любительской футбольной лиги С немецким посольством, немецким футбольным союзом Мы дарим командам второй лиги Второй, третий, иногда первый Есть какой-то подходящий случай, как с Евгением Елисеевым был Дарим им такие памятные мячи Естественно, мы посчитали, что победа в кубке, в зимнем кубке Это достойный за этот кубок И мы хотим тебе его вручить и подарить Спасибо огромное От лица любительской лиги Играйте и выигрывайте Спасибо огромное, ребят Саш, ну, давай поговорим непосредственно про зимний кубок У нас сегодня будет две темы Зимний кубок и непосредственный внутренний чемпионат Сложно ли дался этот кубок? Ну, могу так сказать, что наша команда участвует в зимнем кубке На протяжении всего его существования По-моему, мне не изменяет память Первый розыгрыш зимнего кубка случился три сезона назад Когда победителем устала команда «Мещ» Я имею в виду, что того кубка, в котором я участвую На родине, для представителей вторых и третьих По-моему, до этого четвертых лиг Не скрою, что вообще, в принципе, наша команда Ставит для себя всегда амбициозные планы Потому что мы в тех тренирах, в которых мы участвуем Мы стараемся все-таки занимать Мы стремимся к тому, чтобы занимать первые места И зимний кубок не исключение Первая попытка у нас была достаточно сложная Очень эмоциональная И в первом розыгрышку в зимнюю кубку Мы проиграли в очень драматичном матче Команде замечательной команды «Меч» Когда мы ввели буквально за минуту до конца Со счетом, по-моему, 3-2 И в честь обстоятельств Вратарь той команды закинул нам за шиворот Третий гол Они сравняли по пенальти Вышли в финал на «Титан» И тоже так же его победили Мы очень сильно хотели на тот момент выиграть Потому что на тот момент зимний кубок давал возможность путевки в первую лигу Для нас такая задача, в принципе, как спортивная задача Она стоит каждый год Она по тем или иным причинам не достигалась Будь то и как спортивные причины, так и околоспортивные причины Если будут вопросы рассказать, какие Но этот зимний кубок не очень хотел взять Несмотря на то, что состав участников в этом зимнем кубке, на мой взгляд, был один из самых сильных Поскольку были супер коллективы, такие как легенды, как в принципе всего ЛФЛ Это команда «Барс» Это и команда «Заряд» с Юго-Запада Которая выставила волю судеб состав первой лиги с профессиональными футболистами для участия Здесь и к Максу тоже вопрос Потому что я помню, ты был недоволен тем, что «Заряд» дубль выставлял сильный состав в народе А получается «Заряд» основной, так скажем, в элите Здесь были, конечно, у нас вопросы Ребята, тоже у нас были высокие амбиции у «Атлетики» на этот кубок И проиграли с таким позорным счетом 10-4, это такой просто кошмар был Но действительно мы стали разбираться в этой ситуации Но хочу сказать, что все было в рамках регламента выполнено То есть команда «Заряд» здесь поступила в некоторой мере по-хитрому То есть более оптимальный состав заявили на «Зимний кубок народ» А чуть послабее заявили других людей на «Зимний кубок элита» Регламент разрешает это командам с дублей делать И «Заряд» как единственная команда, имеющая дубль Вот такой вот хитрый план разработал, но в итоге не помогло На мой взгляд, здесь цель была одна Это не платить взносы И вот футбольный какой-то бог, он, конечно, наказал заряд Но вот в прошлом, позапрошлом году за «Флагман» такая же похожая была ситуация Но там я скажу, что мы собрали достаточно сильный коллектив Не потому, что там взносы хотели платить А я позвал, честно, одного-двух А после этого начали звонить, потому что «Барс» не играл Мне начали звонить, можно, можно, можно И получилось так, что мы собрали вот такой коллектив То есть сами того как бы не планируют Нет, это как бы одна история Это абсолютно нормально, когда «Зимний кубок» позволял Регламент «Зимний кубок» позволял приглашать Ну да, плюс еще позволял Открытую заявку, да И приглашать игроков из первого и высшего дивизиона Как бы здесь вопросов нет А когда у тебя регламент ограничивает прямые переходы Этих же игроков первой и высшей лиги А у дубля есть такая лазейка Я просто надеюсь, что на будущий год Лига доработает регламент И таких просто истории не будет Потому что, ну это, на мой взгляд, просто немножко не спортивно Потому что есть регламент соблюден Все здорово Но вот эти лазейки Ну да, да, да Они оставляют небольшой осадок Потому что я был свидетелем игры Замечательной и мне очень симпатичной команды Атлетика с зарядом D И я симпатизирую, я Максу не так раз наговорил Как бы этой команде И Грека, эту команду, которую показывают Они смотрелись достойно На фоне того, что, во-первых, команда была без замены Они достаточно серьезное сопротивление оказывали И породистые голы забивали Но, конечно, скамейка заряды Когда приехали Голановы То есть, когда приехали товарищи Шумейка, да Хорошие футболисты Да, то есть, это очень хорошие футболисты Но, конечно, мы во второй лиге Все-таки больше про любительский футбол Нежели про историю с профессиональными футболистами То есть, у нас во второй лиге Как мы так говорим внутри своей команды Девиз футбола выше денег Поэтому, как-то, это больше туда Ну, подиум вообще, в принципе, кубковая, получается, команда У вас вот зимние кубки, они даются Ну, ты знаешь, да У нас вообще, в принципе, исторически Когда я пришел в команду Это, по-моему, в 2014 году было Мы так внутри себя говорили Что футбол наш, он достаточно примитивный Венбей, вперед, игра придет Хотя, в принципе, все игроки, собранные в нашей команде Это люди, поигравшие Кто-то со школы Кто-то с опытом игры на КФК Кто-то у кого-то там мини-футбольный опыт Тоже на профессиональном уровне Вот, но, конечно, футбол 8 на 8 По крайней мере, вот я говорю, что, опять же Без должного подхода к тренировочному процессу К сбору и так далее Он все равно диктует историю, связанную с тем Что показывать какой-то зрелищный поставленный футбол Достаточно тяжело Даже несмотря на то, что там многие футболисты Играют друг с другом уже достаточно большой срок Влился 2-3 человека новых Уже все, связи потеряны И отсюда уже приходит вынос, прием Забежал, крыл корпусом, отдал, забил Зимний футбол вообще он специфический Мы о нем говорим большую часть зимы Вот для вас как зимний футбол? Зимний футбол, знаете, ребят, что до этого года Я просто делал паузу, уходил с запада на год С семейными обстоятельствами Поиграл годик на северо-западе И до моего момента ухода зимний футбол был вообще коньком подиума Потому что мы всю зиму всегда, когда особенно еще не было зимних кубков Когда гладкий сезон шел прежде всего зимы Мы выбирали львиную долю очков И могли прихлопнуть любого соперника Будь то там из первого места Будь то даже истории с какими-то кубками запада ЛФЛ и так далее В этом году, когда я вернулся обратно в коллектив Ребята в прошлый сезон пытались построить более комбинационный футбол И у них в какой-то степени это получилось И мы очень круто прошли первую половину сезона Таблица не даст соврать Мы поговорим о чемпионате Да, до зимы И как только наступила зима, начнутся серьезные проблемы И нам на самом деле перерыв в чемпионате Это было как бы на руку Мы немножко перестроились Перестроили схему Перестроили какие-то взаимодействия Перестроили позиции игроков И на зимний кубок мы вошли уже с таким Более рациональным зимней стратегией футболь И конечно это с одной стороны тяжело С другой стороны зимний футбол Это как раз на мой взгляд Это такая квинтенсация любительского футбола Тяжелые поля От скоки непредсказуемы Это все здорово Вот если бы играли бы не на юго-западе А на западе Например на четвертом Как ты думаешь Это могло сказаться? А я могу сказать, что мы провели игру с зарядом Которую выиграли 11-2 В группе Провели его на втором поле Потому что там по какой-то причине Четвертое поле было не готово И нас поприлили на второе поле На сетуне На сетуне, да Оно лежало под достаточно большим слоем льда И перед игрой его почистили И видимо за счет того, что температура Как бы все-таки под снегом сохраняется Нам даже удалось большинству составов Сыграть в бутсах Поэтому вот именно поле на сетуне В этом плане И во время той игры Было Как бы с точки зрения игры в футбол Гораздо более приемлемым Нежели поля на юго-западе Где они были чищены И там просто-напросто был очень Ну как бы это асфальт Ну да, бетон Практически бетон В тот момент, да, конечно Но мне кажется Четвертое поле на сетуне Одно из лучших ЛФЛ С точки зрения самого газона Конечно, нет подогрева Это проблема Но мне там нравится играть И потому что там маленькое поле Бегать много не нужно Больше думать головой Ну и с точки зрения самого газона Вот перед этим кубком Вообще задача какая была? Выиграть? Попасть призеры? Или именно вот Дать себе практику до чемпионата? Нет, у нас задача была Победа в зимнем кубке Конечно, я поступательно ставил Все-таки задачу Потому что выход из группы Даже не обсуждалось Смотря на то, что мы потерпели Первое положение от нестандарта Поражение от нестандарта В первой игре И коллектив Бабурина Чуть не запорол мне мою мечту Как случилось? Поподробнее расскажешь? А ты знаешь, что не могу сказать Потому что это единственное поражение На котором Единственное поражение На этой игре я не был А, ну вот все и объясняется Наверное нет Потому что было тоже тяжелое поле У нас пару человек приехало в бутсах И говорят, что ребята Говорят, что был каток Но все равно Это не умаляет Достоинство Сашиной команды Он забил Бабурин? Бабурин, конечно, не забил Это было главным Одно из главных Подружески, наверное, не было Он просто мне Он с бровки мне присылал Точнее счет Поэтому я понимал, что Саша В игре участия не принимает Почему у нас, кстати Бывали случаи, когда люди выходили С телефоном? С телефоном Я еще раз в очередной расскажу Разговаривали, когда Анатолий Мартыновченко В игре на Москву Понимаете? Еврокубок Даже не там какой-то там Не знаю, чей матч Знаете, чемпионат А на Москву И он достает телефон этот И с кем-то там начинает разговаривать Вот сейчас в Китае находится Может быть, в Китае передачу наша посмотрит Привет ему передаем Не забудь поставить лайк И, соответственно, мы сначала Цель была обязательно попасть в финал трех И мы поступательно к ней двигались И очень было отрадно, что в финале трех оказались С нами две замечательные команды Это и Барс Который, ну, опять же Который мы безмерно уважаем Вас, ребята Потому что вы реально легенда И вы вообще, в принципе, квинтэнсенция Опять же, любительского футбола И на западе вообще, в принципе, во всей Москве Ну, может быть, даже и в России Это абсолютно искренне И, конечно, команда Мистерия С которой мы тоже рука об руку идем достаточно долго По два Это очень крутой коллектив Это, опять же, очень крутой любительский коллектив Что я подчеркиваю Это ребята Единственное, что в этом году у них получилось Ну, в этом или начиная с прошлого года У них есть тренер У них появились тренировки У них появилась мысль в игре И я считаю, что они и в зимнем кубке Что им немножко было, конечно, тяжелее Потому что поля были потяжелее И, в принципе, в 2А Который мы позже перейдем Это одна из самых качественных по игре команд Абсолютно с тобой согласен Я даже общался с Димой Холестовым Он мне сказал, что именно по игре Мистерия ему больше всего запомнилась И понравилась Финал 3, скажи мне Формат достаточно такой необычный Но тут в связи с тем, что такое количество команд было Поэтому получилось Финал 3 Вот как ты к нему относишься? Лично мне он не очень нравится Ну, конечно Все-таки тут теряется сам кубковый дух игры Потому что у тебя финал должен быть финалом Финал это максимальная эмоция Ты должен настраиваться И здорово Мы, конечно, у нас был максимально настроен на Барс Потому что мы понимали, что с этой командой Не получится сыграть какой-то стандартный наш LFL футбук Потому что Мистерию мы знали Мы с Мистерией сыграли уже в чемпионате Хоть и попали, но все равно представляли Что это за команда, а Барс Я там специально просматривал ваши игры Которые пару раз получилось Выпадал в том числе в той же самой Мистерии Первую игру Конечно, для нас основной финал был с вами Потому что дальше, когда мы выиграли 3-2 Игра с Мистерией, она, конечно, носила уже такой решающий характер Но по эмоциям, эмоционально, по настрою Плюс там Макс, такой комментатор Его слышно избудки Мы там кричим внизу Но его все равно перекрикивают Короче, было очень круто и организовано Самый сложный матч против Барса? Ну, наверное, эмоционально, да С точки зрения эмоций, настроя, нервов Да, наверное, самый сложный был против Была очень сложная игра с Рэдзори Но там, как бы, отдельная история была Не буду про нее рассказывать Она тоже на видео есть Но с точки зрения эмоций Конечно, с Барсом была самая сложная игра И она, наверное, на мой взгляд Это была лучшая игра подиума Наверное, при мне за все, сколько я в подиуме существую Вот с точки зрения организации игры С точки зрения самоотдачи ребят С точки зрения выполнения какой-то установки С точки зрения борьбы там Ну, друг за друга и так далее Наверное, это был лучший матч подиума Ну, по крайней мере, который я помню Могут же, когда хотят Могут же, когда хотят Да, ну, вывели в один мяч, да И вот второй тайм просто Такое ощущение было, что была установка держать счет Но это редчайший случай для ЛФЛ Вот 8 на 8 держать один гол И вам это удалось Там пропустили уже в компенсированное время, по сути Была установка такая? Ну, знаешь, наверное, установки, как Такого держать мяч Точнее, держать счет не было Была установка держать ряды, как бы, да Потому что мы Я пересмотрел потом еще игру Несколько раз на канале Мы все-таки плюс-минус сыграли в один футбол На протяжении всего часа То есть всего всех 60 минут То есть мы встречали всегда ребят На своей половине поля Мы старались за счет все-таки быстрых Потому что у нас есть ребята Из африканцы, которые достаточно выносливые Плюс они обладают достаточно высокой скоростью Плюс у нас есть молодые ребята Которые достаточно, опять же, и выносливые И умеют И понимают, что такой выход в контратаку Просто Барс За счет того, что все-таки эта команда очень опытная Там собраны суперквалифицированные футболисты Они просто нас поддавили И заставили немножечко Меньше Как бы поднимать голову Чтобы выйти в контратаку И уйти в атаку Понятное дело, что когда уже Ну, блин к концу Ребятам там Тоже психологически У любого спортсмена Если у тебя что-то не получается У тебя начинает паспудно Немножечко сдавать там Или нервы Какий-то игровой тонус Конечно, в конце мы уже начали убегать И в итоге там забили третий гол Хотя там было пару моментов еще Которые могли чуть раньше реализовать Но вот установки нет Но при этом я помню себя Особенно Еще на камеру там посмотреть Когда я там ребятам орал, чтобы они садились Ты же выбегал практически на поле Ты и так и был На поле выбегал И кричал, куда побежали Ну-ка назад Было же Да, потому что не было установки Выходить в позиционную атаку Однозначно То есть в позиционной атаке Во втором тайме Никакой даже помышления Чуть ли не хватало Да Ну, по идее же Все должно было быть наоборот Сначала игра с Мистерией Потом с Барсом Это вообще чья идея? Это Мистерией, так понимаю? Нет, я насколько понимаю Что это идея Да, это Мистерией Барса Потому что там что-то со временем По-моему, это Мистерия Мистерия, да, не смогла, по-моему, собираться в субботу Лига пошла навстречу И поменяла места Для вас это было лучше? Да, однозначно Потому что уже, наверное, все-таки После Мистерией уже тяжело было бы Конечно, после Мистерией было бы тяжело Потому что с Мистерией мы сыграли Плюс-минус в такой же футбол Ну, наверное, чуть больше С акцентом на атаку Потому что, ну, все-таки, опять же Уровень квалификации игроков в Барс Она повыше, да И там игровой интеллект А что касается Самой Мистерией, они, конечно Ну, там, может быть, физически они посильнее Потому что они помоложе И, конечно, нам вот Если бы была первая игра с Мистерией Нам было бы достаточно тяжело Потом восстановиться С учетом того, что короткого промежутка еще между играми Как думаете Вот даже вам вопрос, Максим У тебя тоже касается Могла Мистерия специально Поставить матч вторым Чтобы понимать Как сыграть условно с подиумом А ты знаешь Вот таким, знаешь Вот задним числом думая Мне кажется, нет Потому что я созванивался с Андреем И спрашивал его Просил его, по-моему, перенести игру Чуть пораньше Потому что у нас часть ребят играют в Троицке И в этот момент у нас была одна из решающих игр Там за выход плей-офф Миньку Она была, по-моему, что-то в 11.30 И, соответственно, я просил его перенести игру То, что осталось на 13.30 на час Он сказал, что мы в субботу вообще никак У нас не получается собраться даже позже, раньше И так далее Поэтому мы будем просить Лигу Если она пойдет на встречу Перенести игру Если не пойдет, то останемся так Но будем просто играть там попозже И все То есть это была вот такая история Ну, может, у Макса есть другой Я тоже думаю, что вряд ли Что-то такое имело место Потому что Ну, я, честно говоря, вот Тоже во многих моментах суеверен Как многие футбольные люди И мне кажется, вот когда начинаешь Что-то вот это мудрить Придумывать Какое-то не футбольное То это можно сглазить удачу Ну, вот заряд, собственно Заряд, да При том, что заряд этого не скрывал Самое интересное, что Потому что я разговаривал с руководителем этой команды Он и не скрывал того, что у нас как бы приоритеты поменяются Потому что, типа, в Литии у нас шансов не так много Судя, я так понимаю, по первой игре В итоге последнее место в группе Да, в итоге последнее место в группе Там, по-моему, они с Успенским играли в одной группе Соответственно, они перекинули просто заявку До момента, пока это можно было сделать, по-моему, до плей-офф Они перекинули заявку на... А даже не заявку Часть игроков у них, по-моему, со сборов подтягивалась И они их просто перезаявили Потому что, если бы они сыграли в элите Они бы уже не смогли играть в народе То есть там нарушено не было ничего Да, нарушено ничего не было Все было очень гладко, кроме спортивного принципа Ну, подытоживая Финал трех Свои ощущения Так как, в принципе, все здесь участники были Мне понравился Финал трех Три сильных хороших команды Со своими стилем и так далее То есть я, в принципе, получил удовольствие Единственное В матче с подиумом света не хватало Да, света не хватало А у нас просто проблема в том, что, ребят, у нас Открою тайну, Серега, прости меня У нас вратарь, как бы, он любит, когда посветлее Ну, все любят И я говорю, чуть-чуть Вот света не хватало Было бы вообще идеально Все соперники, назначайте игры теперь на попозже Однозначно достойнейший финал Хорошие были и Мистерии мне понравился Подиум и Барс Я думаю, что все достойны были Вот друг друга Да, но единственное, что опять же Я хочу сказать, что все-таки Если бы это был классический финал какой-то Ну, было бы больше Было бы просто азарта Азарта, да Полуфинал Потому что я говорю, что вот игра с мячом Тогда в полуфинале Первого розыгрыша зимнего кубка Она, конечно, оставила неизгладимое впечатление Ну, с точки зрения Вот именно таких футбольных эмоций Когда ты попадаешь на последние минуты Еще серия пенальти Здесь и серии пенальти не хватало Потому что, может быть, вы сыграть С Мистерией пенальти И было бы больше очков Это нервы Это тоже неинтересно Кстати, вот на нашем канале На нашем форуме или чате Можно сказать Вконтакте Был опрос Перед зимним кубком Какие команды, на ваш взгляд, попадут И, собственно говоря, насколько я помню К раз подиума Мистерия Барса Подиум Барс Мистерия Три команды Которые больше всего голосов-то и набрали То есть, в общем-то Эти все предсказания сбылись Ну, а чтобы полноценный финал был Наверное, будем призывать Побольше команд заявляться Зимний кубок Тогда будет полноценный На самом деле, я скажу серьезно То есть С учетом Юго-Запада Наличие как бы полей на вернатке Зимний кубок перестал быть Настолько опасным Как это было Это было все происходило на Сетане Потому что там поля все-таки То ли там, не знаю То ли подготовка другая То ли что Там играть было достаточно безопасно Потому что я помню Позапрошлый зимний кубок Когда на Сетане на первой Я после удара со штрафного ушел Держась за локоть Хромая на одну ногу И подволакивая третью Как вторую, точнее Но это было, конечно, стрёмно Но сейчас на зимний кубок Реально нужно заявляться Потому что это представительный турнир Реально Потому что, во-первых, участвует Команда Юго-Запада И есть возможность Немножко сравнить свой уровень В том числе с командами с другой стороны Москвы Хоть и недалеко И с другой стороны Конечно, есть определенные Мотивационные истории Связанные с главным призом Это для любой команды Для любой любительской команды Без спонсора Это большое подспорье Не платить до конца сезона Взносы, раздевалки и прочее Это действительно круто Можно перекинуть истории На тренировки, на мячи На манишки и так далее Что-то себе дополнительный инвентарь Последний вопрос По зимнему кубку Как отметили? Что-то отметили? Ну мы у нас И пивка-то глотнули Ну мы пока пивка не глотнули У нас корпоратив все переносится Я пообещал ребятам Что у нас будет обязательно корпоратив И он случится Составил их чемпионат, что ли? Да Не, мы все думаем Я думаю, что в ближайшее время случится Видео с тебя Ну хорошее Я имею в виду Что команда Что-то говорит Пока еще до начала Договорились Саша, давай поговорим У нас 10 минут Осталось с эфирного времени Про внутренний чемпионат 2А Буквально вот в декабре Наверное мы еще смотрели Турнирные таблицы И говорили о том Что подиум медик Мы не брали москвич в расчет Подиум медик Идут высоко вверху Все здорово Вдруг раз И я смотрю Подиум уже шестой Ну мы там шестые Все-таки по дополнительным показаниям Но тем не менее Ну и опять же повторюсь То, что сказал вам В разговоре о зимнем кубке Случился какой-то коллапс И мы Вроде бы в то время года И в тот футбол Которым мы должны набирать очки Мы эти очки подряд потеряли Мы по-моему в четырех играх Набрали всего одну или два очка Сыграв там ничью Притом отдали абсолютно две Ну одну игру Отдали Айфу Когда ввели мы по ходу 3-1 Потом были супер моменты Не забивали там с метра С полуметра и так далее Ну это как обычно Стандартная практика И Айф вообще красавцы От души команды Недавно с фэссайдом Буквально тоже был свидетель 6-6 там сумасшедший 6-6 да Они без замен Без всего Но они борются Они играют до конца Там молодые парни Физика нормально И так далее Конечно коллектив Зверева Они просто поопытнее Сам Рома там Пилюлю вставил Они перестроились И сравняли счет Но все равно Команда без замены Вессайд вроде лидер И так далее Ну короче Мы попали Айфу В Радзорем Вообще по-дурацки Горели 4-1 Сравняли 4-4 И на последней минуте Пропустили два гола Когда у нас последний Наш защитник И лучший игрок Зимнего кубка Поль просто отдал Два раза на Пехтыша На Богдана Два раза просто Последним защитникам Отдал Они забили И у меня на самом деле Так немножечко Ёкнуло Думаю блин Что-то не то происходит Может быть нужно Как-то перестряхнуть команду Может опять же Корпоратив нужен Чтобы сходили там В баню Или где-то поговорили И так далее Но благо Сочился перерыв Сочился зимний кубок После которого Как бы мы Немножко встряхнулись Поговорили Опять же Смогли добиться Результата И у меня На вторую половину сезона Большие надежды И все-таки Я надеюсь Что мы сможем Пороться за первое место Потому что Я не беру расчет Ту команду С которой мы играли В последнем туре Хотя тоже Как бы там Уграют уважаемые люди Но первом месте Среди нормальных Коллективов второй лиги Я думаю Что мы за это Сможем побороться Хотя конкуренция В этом году Просто сумасшедшая Я не помню такого По крайней мере За мою участие На западе Чтобы во второй лиге Была такая конкуренция Медик Подиум Длительное время Лидировали Вот Мы так как-то В основном Отмечали Что две таких Оборонительные команды Это верно? Утверждение Это скажем Ты знаешь Наверное Опять же В этом году Мы стараемся Играть Первым номером В некоторых играх Наверное С теми командами Которые В той или иной степени У нас не ближе Классом Либо может быть Там какие-то проблемы Со сбором Но опять же Повторюсь Все-таки Наша игра С учетом того Что мы не тренируемся В последнее время С учетом того Что в основном Все-таки Это сборы на игру Конечно Она все равно От обороны Потому что Как только тебе попадается Более или менее Сильный коллектив Например Как это было С Мистерией Она просто Очень грамотно Был разбор До игры И нас Потому что Они с нами Реально давно играют И они просто Нас уничтожили Они отдали нам мяч Пытались Мы там Пытались Что-то подержать Поиграть Косашку И так далее С выходом Через низ И просто Получили 5 Заглотили 5 голов И потом уже 2-4-1 Там схемы поехали Там короче Как обычно А как же за ряду 11 Забили Оборонительный футбол А ты знаешь Это было не то Что оборонительный футбол Наверное Мне кажется Ребята были Немножко не готовы У соперника Они приехали Мне кажется Побеждать Может быть Посмотрели Также на таблицу Может быть Почувствовали Что все-таки Это команда Как бы Что у них команда Опять же Организованно Тренируется То есть они очень классно Разминались перед игрой Мы там еще назвали Что в костюмах Да Очень красиво Все было Мы вышли Мы присмотрелись Поглядели Раз Два Три Контратака Четыре Контратака И пошло Забивали В основном Контратак Потому что Они держали мяч Приходили Мы просто Убегали Ну это Как бы По построению Наверное Это была Как игра с барсом Потому что Мы просто Заряд Не знали То есть Если я барс Знал Что там Это Как бы Сильный коллектив Заряд Я не знал Кто это Такие Вообще Не видел Видел пару игр Там на ютюбе Посмотрел Но тоже Они мне особо Пищи для размышлений Не дали Вот И поэтому Так получилось То есть Схема игры с барсом Похожа на схему Ваших матчей С серьезными соперниками Да Абсолютно верно То есть Мы и с мистерией Так же сыграли Опять же Повторюсь Там финаль трех То есть Это наверное Тот футбол Который Подиум может играть Потому что Там собраны У нас собраны Те ребята И костяк Стараются Те которые Уже играют Достаточно давно И они понимают Этот футбол Когда ты Отдаешь мяч И просто За счет Быстрого выхода Из оборонного Атаку Ты можешь Позволить Рассчитывать На хороший результат Вы в этом туре Играли с москвичом Собственно Попало Под трансляцию Сейчас Мы это все Тоже можем Наблюдать Вроде На эмоциональном Подъеме Думали Что вы Сможете Зацепиться Расскажи Кратенько Прямо Знаешь У меня Такая история Я всегда Привожу В пример Одну Историю Я бы Пригласил Любого Из игроков Москвича Или всю Команду К себе На работу И сказал Ребят Давайте Мы сейчас Вместе С вами Вы И я И мы Сделаем Бюджет Маркетинговый Бюджет Телевизионного Федерального Канала На год Вперед И вот Посмотрим Как получится Это сделать У них И как получится Сделать Это у меня Однозначно У меня Это получится Сделать На порядок Лучше Люди Которые Всю свою Жизнь Москвичи Ветераны Люди По 43-44 Год Это люди Кумиры Детства Константин Головской Это человек Которого Я ходил Будучи Старым Древним Фанатом Московского Спартака Неоднократно Ходил И видел Как Костя Забивал И отдавал За нашу Команду Это В машине Мне Дети Слава Богу Все В нашей Красно-белой Семье И Евгений Алдонин Который Является Игроком Сборной России Участником Международных Соревнований Благодарим Кубка Чемпионом России Можно И так далее Валерий Лихобабенко Я считаю Что На любительском Уровне Победить Этих Людей Возможно Только На нашем Уровне На второй Лиге Только Если Они Не знают Или Не приедут Технарь Или Или Они После Бани Выйдут И опять же Забудут Просто Бутсы Одеть И выйдут С вениками Мне кажется Это невозможно Должно быть Такое Стечение Обстоятельств Потому что Они играют Я знаю Как они Играют Потому что Мы на коммерческих Турнирах Пересекаемся В том числе На турнирах Болючих Спартака Москвич На нашем Уровне Обыграть Практически Невозможно Хотя Мы настраиваемся На победу В любом случае Мы в первой Игре С ними Достаточно Серьезно Конкурируем Я с тобой Здесь согласен Здесь наверное Придраться Не к чему Меня даже Вопрос Интересует Твое мнение По поводу Участия Да Вот Мы Спорили Об этом В передаче Когда он только Заявился Вот Расскажи Максим Не даст соврать Я с самого Первого дня Появления Данной команды Во второй Лиге ЛФЛ Второй Два Лиги ЛФЛ Был Ярым Противником И я задавал Вопросы Дмитрию Юрьевичу К сожалению Ни одно Мое письмо Почему-то Он не посчитал Нужно на него Даже просто Ответить Типа Иди Не мешай мне Вот Не еще что-то Как бы На мой взгляд Эти ребята Могут приезжать К нам И давать Мастер-классы То есть Как бы Условно Помнишь Там было Достаточно Много разговоров Вот классный Это кумир Давайте с ними Сфотографируемся И так далее Это здорово Мы приходим Мы платим Деньги Мы участвуем В турнире Для того Чтобы побеждать Вот сейчас На данный момент Меня лига Лишила Возможности Занять первое Место В Лиге 2А Ну Я не смогу Этого сделать Никаким образом Потому что Я просто Ну Общаюсь С многими Играл И так далее Как Некоторые Говорят Что Как бы Мы тоже Любители Как бы У меня же Нет там Контракта Да Я тоже Давал вопрос На эту тему Потому что И сборная Была И так далее Да Я говорю Вот как Вы относитесь К такому Что говорят Вот Все таки Высшим классом Это понятно Но он говорит Ну а мы Ну а мы Любители Говорят тоже Что мы Не на контрактах Но они Называются Москвичи ветераны В ЛФЛ Есть ветеранские Лиги В которых Собрано Достаточно Большое количество В том числе Играющих Ветеранов Точнее Играющих Любителей За плечами С кубками Уэфа И прочими Трофеями Я думаю Что им там Место А не место В любительской Лиге И кроме того Я уже Даже согласился С тем Что Москвичи ветераны С нами И там играют Замечательные Футболисты Кумиры За которыми Мы следили С помощью которых Даже Благодаря которому Наверное И учились Играть в футбол Понимать футбол И так далее Глядя на телевизор На стадионе Но когда они Начинают заявлять Действующих игроков Авангарда Имея открытую заявку Господин Бунтов Вот они заявили На вторую часть чемпионата Вот тут я вообще Не понимаю ничего То есть Как бы ветераны Окей То есть там играет Замечательный товарищ Там 60 лет Есть игроки Там еще Но когда ты заявляешь Игрока действующего Там Не знаю Авангард по-моему Тоже собрал трофеев Флфл Достаточно много Ну на мой взгляд Это вообще Какая-то уже ерунда Саш Ну мы поняли Твое мнение Это вопрос дискуссионный Вот Нам было Важно Интересно узнать Что ты думаешь По этому вопросу Максим У нас осталось Буквально две минуты Давай пройдемся По 2б По Считам Которые были в этом туре Может быть что-то заметил Во-первых Два Прошу прощения Во-первых Ничьяный мистерий Неожиданное Вроде бы С командой Последнее место Что ты знаешь Я знаю С медиком Кстати Та же команда Сыграла Я знаю Да Я подозреваю Что судя по составу Это бывший коллектив НРГМ Ну в какой-то Своей постаси Который попылил В 2б Несколько сезонов назад И попылил Даже в первой лиге Там заявившись вместо кого-то Я знаю Что это крепкая команда Я не знаю Может быть кем-то еще усилились Дополнительно Я сейчас пока не оценил Поскольку нам с ними играть По-моему Через пару туров Их заявку И так далее Но если это НРГМ То я помню Мы с ними встречались В четвертьфинале Зимнего куба Когда выходили на меч Крепкий коллектив По меркам 2 лиги Достаточно Неплохо сбитый Я думаю Что он всем доставит Проблемы И нам в том числе Это 100% Второй матч Который бы хотел спросить Флагман Макарена Все-таки 12-2 Команды в принципе Идут рядышком Как ты думаешь Это просто неудачный день? Не знаю Мне тоже Макарене тоже симпатизирую Потому что там Ну как бы опять же Это любительский коллектив И в принципе Ребята тоже стараются Играть в умный футбол Но мне кажется Что у них какие-то Проблемы начались Еще и на зимнем кубке Но тогда я думал Что они просто Не собрались Потому что они Кому-то попали Тоже там Достаточно большим счетом В какой-то стадии Плей-офф Или даже Или там Уже на финальной стадии Групповой Хамовникам да Они в квалификации 1-5 попали Да-да-да Хамовникам да Они попали При том что Они что-то там Было еще А потом в конце Просто развалились Что касается Флагмана Я просто не забуду Эту игру Это одна из самых Сложных игр Была первым кругом Мы тоже приехали Мы играли С летним дождиком Я думаю Вы наверное Слышали Тоже такую команду Вот они В нашем троицкой Как бы песочнице Выставляют тоже Там 9 на 9 Когда мы играем Там осеннее Весеннее первенство И мы как раз Утром играли С летним дождиком Наша команда Любительская Троицкая И там В 9 мы с ними Сыграли А в 12 У нас был Играт с флагмана И мы еще Там была Достаточно сложная Зайвка Поехали Одни ветераны То есть У нас там Реально Приехал Все кому Там за 30 Минимум И Мне очень понравилось Это классные ребята На тот момент Мне показалось Что они были Немножко без царя В голове То есть У них По отдельности Игроки все были Очень качественные С ударом С обводкой Со скоростью Жандаров Вот Володя Который Все отмечают Да Все отмечают То что Светлая очень голова И Очень резкий Футболист Нам было очень сложно Мы горели И потом мы как-то Выиграли 3-2 Но я помню Что после этой игры Мы просто сели Вот так вот На бровочке И нам было Очень тяжело дышать Но при этом Победа была Я поэтому С нетерпением Жду этой игры Потому что Сейчас надеюсь Что мы соберемся И сыграем с ними С сильнейшим составом Как-то получится Они тоже вроде усилились Но это будет Очень интересно Ну у вас Теперь будет И настраиваться По-другому Ну да Вы понимаете Это круто Победители Зимние у кубка Да Это звучит гордо Я не шучу Титул никуда не денется Да Это очень круто Саш Сейчас у нас Закончилось Эфирное время Лучше Вот Один единственный вопрос Какая лига Синьи 2А или 2Б Мы целый сезон Будем проводить Параллели И на этом закончим Я считаю Что сильнее 2 Просто по причине Того Что у нас Гораздо Более ровная Верхняя десятка Команд Вообще В принципе Наверное По игре Мне кажется Более сбалансированная Команда В 2А Нежели в 2Б Хотя в 2Б Тоже есть супер коллективы Опять же Отмечая атлетику Опять же Отмечая импульс Который Все говорят Типа Вот что-то на москвичи гонишь Вот посмотри на импульс Импульс Делает все в рамках регламента Да У них есть поигравшие ребята Да Они действительно Нагло выделяются И я с импульсом играл Еще в 2014 году Попадал от них 13-2 Когда эти сумасшедшие люди С закрытыми глазами Забивали в девятки И так далее Это все здорово Но они С самого нуля У них не свободная заявка Не открытая заявка Все здорово И есть там Хамовники По-моему Не хамовники Феникс 99 Тоже играешь Но мне кажется Что в принципе В целом Состав участников 2 В этом году посильнее Вот так Исчерпывающий Ответ от Александра Ильина Саш Спасибо Спасибо Что пришел Еще раз Подравляем тебя Спасибо Победа в зимнем кубке И удачи в чемпионате Спасибо Успехов Спасибо